Ну что, друзья, сегодня мы с вами поговорим о китайских Intel видеокарточках, а также о не-китайских Intel видеокарточках, но на 5 видеовыходов. Плюс под закусочку посмотрим, сколько Nvidia готова стратить денег, чтобы оставаться лидером в своей сфере. Ну и все-таки бонусом дам вам информацию по поводу копателей, которые почему-то не покупают те видеокарточки, которые предназначены для майнинга. Потому что душа скрипит. Салют, пипл, с вами Хьюман, минус один майнер и минус один перекуп, и, естественно, по традиции, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Погнали. Китайская компания Gunir недавно обновила свой сайт, и вуаля, там новая видеокарточка RX-XE версии 2. Да, именно в этой карточке лежит полноценный графический чип DJI. Не поняли все еще, какой прикол? До сели сей чип был доступен только в ноутбуках. А вообще, если окунуться в историческую справку и посмотреть на тот самый DJI, то они изначально и так были доступны только для, скажем так, разработчиков программного обеспечения. Ну а уже потом, естественно, увидели свет розничных продаж под брендом Iris Xe. И да, в итоге Intel разработала два вида карт DJI. Это обычный Iris Xe и Iris Xe Max. И вот вторая, как раз таки, это необрезанный вариант видеокарточки, которая доступна только для ноутбуков. Была доступна только для ноутбуков. Так что да, Gunir теперь тоже продает эту видеокарточку, только теперь как дискретную, но под названием, конечно же, RX-XE Max Index 2. На борту которой 96 исполнительных модулей, а это на секундочку на 16 больше, нежели в карточке не Max. В итоге у китайской компании есть три варианта видеокарты. Низкопрофильная Gunir DJI за 90 баксов, Gunir RX-XE Index V2 за 101 доллар, ну и, естественно, Max-версия Index V2, о которой мы и ведем с вами речь, за 110 баксов. В итоге же сама Max-версия обладает, как я и сказал, 96 EU, а значит 768 Shading блоков, и тактовой частотой в 1650 МГц. И несмотря на это, предел мощности карты никак не поменялся, это все те же 25-41 Вт. И да, в версии не Max точно такой же показатель. Однако здесь зарыта собака. Видеокарточки Iris XE работать будут не на всех системах. Опа. Поддержка платформы AMD тут есть? Нет. Поддержка платформы Intel может быть здесь есть? Нет. Ну, да, но не совсем. То есть кооперация возможна лишь с кофе и с кометой, ну, кофе Лейк и Комет Лейк. То есть, да, только 9-е и 10-е поколения. Ну, а говоря за материнские платы... Оу, цель достигнута 5000 шагов. Так вот. Говоря за материнские платы, доступны будет только B460, B365 и H310C. Так что получается, что Iris это как предшественница от Arc A300. Ну, и скорее всего, она основана на графическом процессоре DG2 128EU. Ну, и по итогу мы с вами имеем более-менший техпроцесс, 6 нанометров, повышенные тактовые частоты и в также адекватной ТДПшка. 18 февраля курс биткоина упал до 41 тысячи долларов. Если же на видеокарточках сейчас копать эфир, то, к сожалению, или к счастью, все это отбиваться будет примерно года два, в зависимости от видеокарты и от обстоятельств. Уже в июне возможен переход эфириума на POS. И вот в итоге майнерская карта в лице G Pro X 080, которая стоила буквально недавно 1240 евро, уже сейчас торгуется по цене в 765 евро. А это на секундочку, почти минус 40%. А учитывая, что у данного графического процессора и у данной видеокарты нет видеовыхода, то, естественно, алчная жлобская душа, ну, будет унывать и скрипеть зубами, потому что на вторичный рынок ты ее не продашь. При этом она может нести 43 мегахэша, а это на секундочку меньше, чем в той же 6700XD, которая способна выдать 48. И которую можно перепродать потом на вторичке геймеру. Так что, да, для некоторых пришло время гасить свои кредиты в угоду балконного майнинга. Вроде бы как, когда Intel ввела USB 4, она смогла бы использовать USB-C для того, чтобы подключить еще один видеоадаптер. Ну, дисплей какой-нибудь, допустим. Хотя, если мы обратим внимание на ранее слитые фотографии в сеть видеокарточек от Intel, то мы видели максимум, ну, как всегда, DisplayPort и HDMI. И в общей сумме всегда видео выходов было 4. Хотя, в принципе, не так давно, Gigabyte Aorus как раз-таки пыталась внедрить пятый видеовыход под названием PC VR. Ну, и, собственно, понятно, для чего из названия. Для VR гарнитуры. Ну, а поскольку это не шибко популярная тема, дорогая, проектов мало, то, ну, видимо, оно пока что будет так натормозе с якорем плыть. Так вот, возвращаясь к Intel, если не вводят все-таки пятый видеовыход, ну, на самом деле, это большой шаг. Ну, это как минимум потому, что та же AMD в своей карте Radeon Pro W6800 уже обладает шестью видеовыходами мини-дисплейпорт. Но там, конечно, и карты, извините меня, очень даже ничего. 32 гига видеопамяти, GDDR6, 256-битная шина со скоростью вывода 16 гигабит в секунду и общей пропасной способностью 512 гигабайт в секунду. И я молчу уже за 128-битный кэш памяти Infinity. Это что про AMD? Ну, давайте опять к Intel. Intel-овский же алхимик предлагает нам с вами 16 векторных движков, а это 256 бит на каждый из них. И, естественно, 16 матричных движков, на каждый из которых приходится 1024 бита. Короче говоря, там еще на самом деле много чего по характеристикам, не буду пудрить мозги, потому что технически вам это сейчас не особо нужно. Но добавлю, что все-таки там выделен также и кэш первого уровня L1. Ну, я думаю, по выводам понятно, что эти видеокартриджи, скорее всего, поедут в сферу корпоративных рабочих станций. Для розницы и для обычного потребителя такие карты, ну, мне кажется, ни к чему. Но это пока что неофициально, даже не на слухах. Intel ничего не говорила. Ну, или я не видел. Может быть уже что-то есть. Во всяком случае, пока что это вот так. Скорее всего, оно так и будет. Так, давайте прикинем такую ситуацию. Если RTX вдруг действительно оказывается в два раза производительнее, ну, я имею в виду RTX 40-й серии, сравнивая с 30-й серией, так вот, если она будет производительнее в два раза, чем нам обещают, какие интересны будут стартовые ценники. Рекомендуемая розничная цена. Если Nvidia, конечно, ее не уберет. Для себя и для партнеров. Ну, допустим. И теперь смотрим, какая будет реальная цена ее на рынке в итоге, потому что не думаю, что будет там прям все сладенько. Мы пока не знаем. Но что мы с вами точно знаем, это сколько уже Nvidia отдала денег для того, чтобы быть, скажем так, в оглавенстве этого паровоза. Это 9 миллиардов долларов, Карл. Хотя, вот давайте по честноку. Вот чему здесь удивляться? Если Nvidia, понятно, что не за раз, а частями отдает 9 ярдов только за, скажем так, видеокарточки грядущей серии, насколько мне известно, плюс она параллельно вот сейчас могла покупать ARM тоже частями. И, блин, ну, серьезно, как бы, 9 ярдов для нее тогда это уже не те деньги. Понятно, что большие, но тем не менее. То есть она могла бы купить ARM, она дала авансом, на секундочку, для ТСМС, чтобы работать на 5 нанометрах в Аде Лавлейс, и у нее были бы еще деньги для обороты, были бы еще деньги для развития. Ну, тот же серверный сектор, серверный сектор, да, все правильно сказал, и искусственный интеллект, метавселенная с ее программы Омниверс, там есть куда двигаться и ездить, брать деньги. Ну, и просто, чтобы вам было понятнее, еще в третьем квартале 21 года Nvidia смогла вывалить 6,9 миллиардов на все это дело, а еще годом ранее, в тот же период времени, 2,54 миллиарда. То есть, во-первых, мы видим и понимаем, сколько она готова отдать денег, и в итоге мы видим и понимаем, раз она дала уже такое большое количество денег за производство, предположим, что действительно производство видеокарточки будет дороже, следовательно, на выходе, как я вам уже и говорил, карты со старта будут дорогие. По моей памяти, Nvidia будет продавать RTX 4090 за 1900 баксов по RRC, но это если мне память не сменять тому, а у AMD была должна быть 2000 долларов, кажется так. Однако, это касается, на самом деле, не только Nvidia. Qualcomm тоже пришлось вывалить энное количество денег, для того, чтобы зарезервировать мощности под себя. Но, судя по всему, могут себе это позволить. Но, с другой стороны, а что делать Nvidia? Ведь ей будет сложно конкурировать с новыми видеокарточками RX 7000 серии от AMD. Тем более, если мы переходим на 5-нанометровый техпроцесс с 7-нанометрового техпроцесса, мы получаем профит примерно в 16-17% производительности, добавочно. И это при той же мощности. Ну или, если вам удобнее, можно идти от обратного. Плюс 14% эффективности при той же производительности. Так что, да, вот именно на таком основании, на фундаменте, Nvidia спокойно может конкурировать с AMD RDNA 3 на мультичиплетном базисе. Вот такие вот пироги, друзья. Ну, что вы думаете? Пишите в комментариях, как всегда пообщаемся. Но на сегодня у меня для вас все. С вами был Как Сыдохимон. И, как всегда, кайфовой вам игры. Субтитры сделал DimaTorzok